Дорожные ремонты Уже затянулись на месяц, кажется, вновь откладываются Теперь даты окончания работ называют 20 октября Нет договора, нет газа Кировчанам перекрывают доступ к голубому топливу До наезда могут и не увидеть За три дня в Кирове 8 аварий с участием пешеходов Одна из которых со смертельным исходом Мест нет, приходите завтра Пациент умер после отказа от госпитализации Возбуждено уголовное дело Берем баночку Широким жестом И закрываем Декретский воздух готов Человек, который в считанные часы Привлек к себе внимание региональных и федеральных средств Массовой информации Все потому, что объявил о старте продаж Святого, притом не очень дешевого воздуха Сегодня Александр Шустав обучил нашу съемочную группу Тонкостям производства О главных событиях понедельника 2 октября Расскажет информационный канал Город Студия Артема Паникаровских Здравствуйте Нет ничего более вечного, чем ремонт Дедлайны дорожных ремонтов уже затянулись на месяц И кажется, вновь откладываются И теперь дата окончания работ называют 20 октября Эту дату сегодня озвучили сами подрядчики Сегодня утром в администрации Состоялась первая встреча Ответственных за ремонт дорог в городе Под руководством нового временного главы администрации Обошлось без громких речей И без угроз штрафами за срыв сроков Подробности у Ольги Шмыриной И также вот, когда мы останавливаемся на пикетах Все промеры должны сойтись именно там, как положено Угол уклона верный Условный пандус, как было прописано в задании На месте не хватает лишь разметки И ее нанесут на неделю На 350 метров улицы Горького Потратили 6 миллионов рублей Этот участок стал 53-м Завершенным в рамках проекта Безопасные и качественные дороги Из выделенного миллиарда На дороге города потратили 900 миллионов Дорожники на финишной прямой Ревизоры всем довольны И кажется, забыли, что еще в июне Ставили подрядчикам дедлайн Завершить работы до 1 сентября То есть еще месяц назад Хочу напомнить, что зима у нас наступает По отопительному сезону 15 сентября Мы с вами договаривались, что мы должны с вами Все работы завершить максимально Концом августа Тогда же в июне Александр Перескоков Пригрозил уволить главу дирекции дорожного хозяйства Если сроки ремонтов Все же будут сорваны Сегодня на заседании уже с новым Главой администрации Громких фраз не звучало При этом речи в основном именно об отставании Вот чистосердечная по улице Пятницкой Прогнозируем, что там, наверное, получим отставание Где-то на неделю Улицу Пятницкую закончат лишь к 20 октября К этой же дате планируют завершить Ремонт трассы Киров-Русская Чтобы успеть, здесь в две смены Работают два асфальтоукладчика Параллельно другая бригада Обустраивает съезды и автобусные остановки Принимать Киров-Русская уже точно будут Не целиком, а участками Не исключено, что своего рода подстраховка Ведь даже при том, что на объекте работает уже Не одна, а несколько организаций по суп-подряду От перебоев, поставки щебня или асфальта Подрядчик не застрахован Ну, материалы это больные Как говорится, тема в текущем порядке Но на сегодняшний день Работа нигде не останавливается Работа не останавливается и на автодороге Саши не радужные Здесь продолжается укладка верхнего слоя асфальта На Московской завершают устройство съездов Оно уже выполнено на 90% А вот на свободе съездами Еще только начали заниматься Сделано лишь 5% от плана Сейчас улица Комсомольская Частично закрыта для движения Здесь продолжается ремонт дороги Как видно, подрядчику осталось Уложить еще один слой асфальта И поднять люки Их здесь 16 штук Закончить должны уже ко вторнику Ведь как раньше сообщали специалисты администрации Улица Комсомольская должна быть открыта Для движения транспорта Вечером 10 октября Все оставшиеся в работе 8 объектов должны быть сданы К 20 октября Во всяком случае, именно эту крайнюю дату Сегодня назвали сами подрядчики Глава администрации и руководитель Дирекции дорожного хозяйства Такими сроками, кажется, остались довольны На сегодняшнем заседании Ни одного намека на штрафы За сорванные сроки Как стимул ускориться, не было Ольга Шмырина, Никита Рябинков Информационный канал, Город Сроки упущены, работы не ведутся Пора штрафовать Городская администрация обеспокоена и тем Как идет ремонт дворов По программе «Комфортная городская среда» Если большая часть объектов нареканий не вызывает То есть и такие, где сдачу просрочили уже на месяц Списки проблемных полтора десятка дворов Сейчас они находятся на разной стадии готовности Например, только в Нововязском районе Четыре таких адреса По мнению администрации Сейчас даже погода позволяет активно вести работы Но с утра чиновники, например, в Ленинском районе Не обнаружили работающие бригады Ни на одном из объектов Вот по этим объектам пока идет значительное отставание Хотя большая часть подрядчиков уже вышли за сроки исполнения договоров И мы понимаем, в контрактах все прописано Что это значит и чем это будет подрядным организациям Речь идет о штрафах подрядчикам По каждому объекту итоговая стоимость работы Может быть уменьшена на сумму неустойки Какое именно будут решать по каждому конкретному случаю Пока такой практики не было Стоит отметить, что в некоторых организациях Простой в работе объясняет нехваткой асфальта Большая часть направляется на ремонт дорог Отопление запустили, но теплее не стало В КТК говорят, что причиной холодных батареек В квартирах может быть плохая подготовка к зиме управляющих компаний Или дефекты на теплосетях Из-за крупной аварии в городе снова пришлось отключить больше 70 домов Подробности далее эфира продолжает рубрика короткой строкой Запуск отопления в жилые дома Кирова завершен Сегодня об этом в администрации сообщили представители КТК Правда, из-за дефектов на теплосетях были отключены больше 70 домов Ремонт обещают закончить максимально быстро Во вторник, 3 октября, по вопросам отопления прокуратура организуют горячую линию На звонки кировчан ответят представители регионального министерства строительства и ЖКХ Жилинспекции, региональные службы по тарифам, областной прокуратуры и горадминистрации Горячая линия будет работать с 10 до 12 часов Инаугурация главы города Елены Ковалевой состоится 5 октября Напомним, за нее больше всего голосов отдали депутаты на последнем заседании гордумы Процедура вступления в должность будет проходить по обычному сценарию, как при предыдущих мэрах Церемония пройдет в стенах городской администрации На этой неделе в городе будут работать несколько прививочных бригад Вакцину от гриппа бесплатно могут получить жители чистых прудов Медики также будут работать на площади Конева, у ЖД вокзала и у кинотеатра Колизей Желающим привиться от гриппа, с собой необходимо иметь паспорт и полис медицинского страхования Перед прививкой каждый обратившийся пройдет медицинский осмотр 35 кошек и собаки В Кирове выступит знаменитый Дмитрий Куклачев со своей программой Cat Show В большом спектакле участвуют клоуны, кошки разных пород и окрасок, а также несколько собак Звездой представления является знаменитый кот Борис, известный по участию в рекламных роликах и телевизионных программах Билеты в касса города еще есть Представление состоится 3 октября в 18.00 в филармонии Нет договора, нет газа За отказ в регулярной проверке труб и плит кировчане остаются без топлива Сегодня специалисты отключили от газа еще несколько квартир Оказывается, обслуживание прописано в специальном соглашении И заключать его обязательно Иначе на трубе появится замок или заглушка Заключение договора – это требование закона За лето таким образом были проверены десятки квартир Логика проста, если газовые плиты никто не проверяет, значит они опасны Проверить и если надо отключить готовые тысячи абонентов Я бы назвал это обеспечением безопасности граждан Их безопасного проживания, в основном многоквартирных домов Которые имеют услугу газоснабжения природным газом Сейчас газом без договора на обслуживание пользуется каждый четвертый кировчанин Газовщики говорят, что отключение газа в квартирах – мера крайне, но необходимая В мае причиной разрушения жилого дома в Волгограде, напомним, стал взрыв природного газа Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска До наезда могут и не увидеть за три дня в Кирове Восемь аварий с участием пешеходов, одна из которых со смертельным исходом Мисс Нет, приходите завтра Пациент умер после отказа от госпитализации Возбуждено уголовное дело Берем баночку широким жестом и закрываем Прекретский воздух готов Человек, который в считанные часы привлек к себе внимание региональных и федеральных средств массовой информации Все потому, что объявил о старте продаж святого, притом не очень дешевого воздуха Сегодня Александр Шустав обучил нашу съемочную группу тонкостям производства Эти и другие новости уже через несколько минут В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем С участием пешеходов 8 аварий, одна из которых со смертельным исходом Такой всплеск ДТП на улице Кирова дорожные полицейские зафиксировали всего за три дня С пятницы по воскресенье На южном обходе жертвой ДТП стал 42-летний мужчина Он перебегал трассу в неположенном месте В пятницу сразу два человека пострадали на переходах на улицах Лепсе и Павла Корчагина В субботу на Зебре на улице Комсомольске избили 15-летнюю девочку Часть аварии произошла в темное время суток До момента наезда водители могли не видеть людей на проезжей части Пешеходы по-прежнему остаются самой незащищенной категорией участников дорожного движения В вечернее и ночное время пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части В большинстве аварий они переходили проезжую часть дороги в темное время суток без световозвращающих приспособлений В ГИБДД пешеходы напоминают осень Время, когда на дороге нужно стать как можно заметнее При переходе дороги по возможности лучше выбирать места не только обозначенные для перехода, но и освещенные участки Один человек погиб и девять получили тяжелые травмы в ДТП под Арбажем Там столкнулись с Жигулей седьмой модели и УАЗ Буханка Подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Авария произошла в понедельник в 6 утра на 260-м километре трассы Вятка По предварительным данным ГИБДД 58-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу Водитель автомобиля ВАЗ седьмой модели выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 погиб на месте Водитель автомобиля ВАЗ и 9 пассажиров этого автомобиля получили травмы в различной степени тяжести и были госпитализированы В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врачей под Осиновской центральной районной больницы имени Отракова 21 августа в больницу поступил 60-летний мужчина с сильным кровотечением Хирург осмотрел его и отложил госпитализацию, так как в больнице не было свободных мест Раненый пациент вернулся домой и вечером умер Сейчас медиков обвиняют в смерти по неосторожности Вовсе не спасать людей отправился ночью пьяный сотрудник МЧС на своей 12-й На улице Сурикова госслужащий в звании старший прапорщик устроил пьяные гонки с полицейскими В попытке уйти от преследования Лихач на полном ходу протаранил Хёнде Солярис Но и это его не остановило Даже набитым авто он попытался скрыться Удалось задержать Лихача только на улице Попова Сейчас Андрею Каргопольцеву грозит наказание за два грубых нарушения Это вождение в пьяном виде и скрытие с места ДТП Также старшего прапорщика МЧС наверняка уволят со службы Человек, про которого за несколько дней не писал только лениво Александр Шустав из Великорецкого Тот самый продавец святого воздуха, который надел шума не только в регионе, но и по всей России Сегодня он обучил нашу съемочную группу тонкостям этого производства Все, что нужно, обязательно стеклянная банка, крышка, этикетка и святое место Александр признался, что он не новатор Первым продавцом воздуха в области стал предприниматель из Лузы Теперь он конкурент, но скоро в производство Александр запустят новый продукт, который лузского предпринимателя Обезоружит все подробности в сюжете Дальше берем баночку с широким жестом и закрываем Великорецкий воздух готов Все просто Приезжаете домой, аккуратно открываете И вдыхаете воздух Как вы сказали, сосновый? Вот он тот самый Александр Шустав Не фантастический продавец в буквальном смысле святого воздуха Про которого в последние дни не писал только ленивый Он и сам признался такого интереса к себе и к своей новой продукции Никак не ожидал, но раз уж бизнес пошел в рост, готов делиться опытом Потом широким жестом Черпаем вот так Брикорецкий воздух Все, готово И закрываем И закрываем Сколько такой воздух может храниться? Да я думаю, может храниться сколько угодно Главное, говорит, набирать воздух в том месте, где по преданиям и явилась икона Николая Чудотворца Цена воздуха не из дешевых Пол-литра 500 рублей Три литра 3000 Но цифры якобы взяты далеко не с неба Такие, объяснил Александр, установил рынок И один конкурент из Лузы, который подсказал заняться вот таким неосизаемым бизнесом Я просто как бы перенял его ценовую политику Но я считаю, что у нас воздух чище, лучше, какой и пахнет Поэтому нет смысла дешевле продешевить С сумкой готовой продукции пешком до дома А там на столе распечатки черно-белых этикеток с видами Великорецкого И еще одна партия уже готовых для забора святого воздуха банок У нас банки в магазине продаются Пошел баночку купил, положил в микроволновку, простерилизовал ее А, стерилизуешь, да? В ноутбуке открыты вкладки с самыми свежими новостями России и мира Публикации про продавца воздуха из русской глубинки появляются там десятками в день Правда, реальных покупателей, признался Александр, пока немного Видимо, мало кто осознал, что воздух из Великорецкого действительно может быть целебным Я рассматриваю это частицы сувенирной продукции И еще раз лишнее напоминание То, что село Великорецкое это не только 7 дней хода в летний период Но мы еще живем здесь круглый год Пожалуйста, не забывайте про нас Приезжайте, молитесь Мы вас всегда ждем О предпринимательских способностях Александра в Великорецком знает, похоже, каждый дом Который можно найти по рекламным баннерам о продаже натуральных продуктов А теперь еще и торговля воздухом Собашка есть, гучи Где-то кошки ходят Вот кошки ходят Ну а так, типа мелочи Цесарки, куры, индюки, утки Еще автор идеи уже нашел в селе единомышленников С которыми займется сначала расширением ассортимента Скоро воздух будет не просто святым великорецким Еще утренним, дневным, ночным и даже воздух после дождя И совсем свежая идея, которая еще находится в разработке Называется Слезы Поклонской Коты Александра, похоже, уже предвкушают ошеломительный успех Тут будут слезы, Саш, да? Угу Слезы Поклонской Слезы Поклонской От просмотра фильма Матильда Матильда Артем Паникаровских, Антон Мамаев, информационный канал Город И в конце выпуска прогноза погоды на завтра С ним воспознакомит Татьяна Чупракова 3 октября 1895 года родился известный русский поэт Сергей Есенин Представитель новокрестьянской поэзии Сергей Есенин был тонким лириком и знатоком русской души А какой будет погода в Кирове завтра, об этом мы узнаем прямо сейчас 3 октября в Кирове пасмурно и без осадков Температура воздуха днем плюс 8, а ночью плюс 4 градуса Ветер северо-западный 3 метра в секунду Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба Желаю вам легкого вторника! Таким был и этот понедельник, 2 октября Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала Город По телефону 54 18 19 В студии для вас работал Артем Панекаровских До скорой встречи!